Продолжение следует... 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 Сейчас первый этап закончен, мы уже готовы подвести окончательные, а не промежуточные итоги, и мы о них будем говорить. Отдельно я хотел бы сказать по своим коллегам, которые здесь присутствуют, Надежда Александровна и Дарья Александровна, те люди, которые сейчас здесь находятся, это фактически такой штаб внутрифедеральной антимонопольной службы, который готовит решения и по методике проведения соответствующих анализов рынка и сравнительных ценовых исследований, и те люди, кто готовит соответствующие решения или проекты решения, связанных с реформой ценообразования. Поскольку я знаю, что у нас аккредитованы в том числе журналисты из профильных изданий, я думаю, что это особенно важно, чтобы мы вместе, а не просто только я или руководство федеральной антимонопольной службы участвовало в пресс-конференции, для того, чтобы журналисты из профильных изданий, кто, может быть, чуть глубже погружен, как бы и много глубже погружен в проблематику ценообразования, могли задать вопросы непосредственно тем людям, кто, собственно говоря, находится внутри процесса обсуждения методик или процесса, связанного с непосредственным сведением результатов анализа. В целом, результаты первого этапа работы, повторю, а это сравнение цен на лекарственные препараты, которые входят в программу высокозатратных нозологий 7ВЗН, мне кажутся успешными по нескольким причинам. Во-первых, как вы знаете, у нас программа 7ВЗН, это самая затратная государственная программа в лекарствах, на нее тратится ежегодно порядка 40 миллиардов рублей. Лекарства, которые государство закупает для этих 7 высокозатратных нозологий, они выдаются тем гражданам, которые болеют этими заболеваниями, находятся в соответствующих регистрах, и поскольку это самая затратная государственная программа, то, конечно же, мы начинали с нее. В целом, результаты этого анализа показывают, что значительная часть лекарственных препаратов, которая поставляется по этим программам, она поставляется по ценам ниже, значительно ниже, чем в остальных странах мира. И это один из результатов этого анализа, поскольку до момента проведения анализа было такое впечатление, что у нас в стране все дорого. Вот все дорого, как бы, да, и результат этого анализа показал, что что-то не совсем так, и значительная часть лекарственных препаратов, которые поставляются в рамках этой программы, они поставляются по цене ниже, чем в остальном мире, и это очень хорошо. Второй результат показал о том, что есть лекарственные препараты, которые поставляются дороже, нежели в референтных странах. И вот по этим лекарственным препаратам, это примерно 48 лекарственных препаратов, было продолжено расследование. Ведь недостаточно установить, что какие-то цены на какие-то лекарства отличаются от тех цен, которые находятся в референтных странах. Очень важно провести расследование соответствующее, в рамках которого уточнить эту информацию, верифицировать источники, быть полностью убежденным, что это не просто какая-то техническая ошибка в анализе, а что это объективные данные, которые получены из разных источников, но при этом эти источники все подтверждают этот уровень цены, и эти источники верифицированы. Это очень важно. Вторая история заключается в том, что важно понять причину, почему так произошло. Потому что наша же с вами задача заключается не просто отловить результаты, связанные с тем, что какие-то цены на какие-то лекарственные препараты превышают. Важно понять причину и подготовить предложение во изменение практики, в том числе регуляторные практики, с тем, чтобы в будущем этого не случалось, и чтобы не было таких историй, при которых государство или граждане будут тратить больше денег на лекарственные препараты, чем в этих же условиях тратят граждане стран, референтных, которые приняты в рамках постановления правительства, как страны, с которыми мы можем сравнивать эти цены. И, соответственно, было обнаружено этих 48 лекарственных препаратов, по которым были все расследования проведены, были уточнены верифицированные источники, и, соответственно, вслед за этим уже Федеральная антимонопольная служба, будучи уверенным полностью в своих данных и в своей правоте, направила производителям этих лекарственных препаратов соответствующие письма, в которых мы ясно дали понять этим производителям, что эта информация подтверждается, во-первых, и, во-вторых, что мы, конечно же, не можем жить в условиях, когда цены на эти лекарственные препараты превышают цены в референтных странах. И мы предлагаем им эти цены снизить до уровня расчетных в соответствии с референтными странами. И здесь была такая точка бифуркации, и были разные варианты дальнейших действий, начиная с самых крайних вариантов, это если бы производители отказались снижать цены, тогда бы Федеральная антимонопольная служба должна была бы закончить это расследование, оформить его в процессуальном плане и отменить соответствующие зарегистрированные цены, и это могло бы привести к небольшим перерывам в обеспечении лекарственными препаратами соответствующей категории граждан. Ну и также другой крайний вариант, который, по счастью, реализовался, и мы благодарны за это всем компаниям, которые участвовали в этом расследовании, а именно когда компании добровольно снизили, условно добровольно, скажем так, снизили цены на все лекарственные препараты, которые участвовали в этом анализе, до расчетных величин, и это позволит государству добиться вполне понятных, серьезных экономических эффектов, и сэкономить деньги, которые можно будет направить на расширение лекарственного обеспечения, на увеличение объемов закупки этих лекарственных препаратов, с тем, чтобы больше количества граждан охватить вот этим вот лекарственным обеспечением. И одна компания, которая отказалась снижать цены, заявила о том, что ее вводили в заблуждение, значит, там, те поставщики, которые поставляли, это индийская компания, мы об этом писали, значит, чья цена на лекарственные препараты, регистрация цены была отменена, в соответствии с тем, что она не соответствовала, значит, ценам в референтной стране производства, а именно в Индии. Вот. У вас розданы, значит, материалы, мы надеемся, что они у вас у всех есть, мы специально подробные эти справки подготовили и раздали вам, для того, чтобы тут не зачитывать, и чтобы вы со слуха не воспринимали эти цифры, да, а здесь есть подробное, значит, изложение этих всех, как бы, эффектов и, там, наших предложений. Вот. В целом, что касается эффектов, то мы зафиксировали два эффекта. Ну, во-первых, вот эта работа привела к тому, что даже те компании, которые не участвовали, те компании, чьи препараты не участвовали в расследовании, те компании, чьи цены и так были на уровне, которое, значит, позволяет постановление правительства, вот есть ряд компаний, которые, находясь вне рамок этого расследования, тем не менее добровольно, значит, снизили цены на свои лекарственные препараты. Это, конечно, заслуживает особого, значит, особого, там, уважения. Это компания Биокат и Макисфарма, которые на 19 позиций, не участвующих в расследовании, добровольно, значит, снизили цены от 15 до 40 процентов. Вот. Это тоже очень важно. Это такой эффект, который мы впрямую не связываем с, значит, с расследованием, потому что эти препараты не находились под расследованиями. Их цены и до всей этой работы были на приемлемом уровне с точки зрения постановления правительства. Тем не менее, они пошли на то, чтобы эти цены снизить. И второй эффект, такой прямой экономический эффект. Есть такое понятие, начально максимальная цена, значит, в рамках объявления конкурсных процедур торгов. И в связи со снижением цен на эти лекарственные препараты, значит, мы исходим из того, что начально максимальные цены, которые будут объявлены в рамках торгов, они сразу же до торгов, до торгов, это очень важно понимать, значит, так позволят сэкономить порядка 5 миллиардов рублей. Вот, это гигантский эффект, это больше 10% от общей, значит, от общей стоимости программы, от общего бюджета. И, соответственно, после этого будут торги, и вполне возможно на некоторые лекарственные препараты, в рамках конкурсных процедур, с учетом того, что там участвуют и воспроизведенные лекарственные препараты, и референтные лекарственные препараты, в рамках торгов может быть еще дополнительное снижение этих цен. В этом смысле мы, конечно, ожидаем существенную прибавку в бюджете, связанной с обеспечением, значит, граждан дорогостоящими лекарственными препаратами. И третий эффект, значит, который произошел, мы проанализировали причины, почему эта ситуация вообще возникла, и что нужно сделать для того, каким образом нужно поменять регуляторную практику, с тем, чтобы в дальнейшем, значит, эти ситуации не возникали. И тут есть две вещи. Первая связана с тем, что, значит, до прошлого года вопросами регистрации цен и экономического анализа занималась Федеральная служба по тарифам. Вы знаете, что Федеральная служба по тарифам была, значит, ликвидирована, ее полномочия переданы в Федеральную антимонопольную службу. И в этом смысле вот эти вот истории, которые мы обнаружили, они все те истории, которые пришли к нам из прошлого. Вот, и мы сейчас, мы вообще весь последний год с момента передачи этих полномочий мы занимались как раз переосмыслением практики Федеральной службы по тарифам. Мы пересматривали разъяснения, которые давались и которые как бы приводили к завышению цен. И сейчас эта работа, она фактически подводит итог переосмыслению практики ФСТ и в виде пересмотра решений, и в виде тех предложений, которые мы сформулировали и отправили в Министерство здравоохранения, и в правительство отправим, связанным с изменением методики регистрации цен. Вообще, не просто там высокозвратных на залоге, а вообще всех цен на лекарства, на которые распространяются требования, связанные с регистрацией цен. И, соответственно, мы также вам раздали эти предложения, вот в тех розданных материалах, которые у вас есть. Я их не буду сейчас эти предложения перечислять. Они связаны с различными режимами регистрации цен на дорогие лекарства, не очень дорогие лекарства, связаны с изменением перечня референтных стран, потому что есть страны, где лекарства очень дорогие, использовать их в качестве референтных не очень правильно, Поэтому работа, связанная с обновлением референтных стран, должна вводиться на регулярной основе. Это также связано с процедурами ценообразования в референтных странах и соотнесением этих процедур ценообразования в референтных странах с нашими внутренними процедурами. Почему? Потому что цены на лекарственные препараты во всем мире находятся в динамике и в референтных странах в зависимости от тех расследований, которые они проводят. Также цены меняются и мы видим, что те цены, которые вчера казались адекватными, сегодня они уже очевидно завышены. И нам нужно быстрее успевать за изменением этих ценовых историй в референтных странах. Есть набор предложений, который изложен в этой справке. Посмотрите их, если вы успеете сейчас ее прочитать и задать нам какие-то вопросы. Мы и мои коллеги в первую очередь рады будут на это ответить. И это вот третий эффект от этой работы, связанный с тем, что фасом России сформулированы предложения, которые можно прямо сейчас обсуждать и принимать, которые приведут к более объективному ценообразованию, к более точному ценообразованию и создадут условия, что у нас не будут возникать такие ситуации, и когда цены на лекарственные препараты будут выше, чем в референтных странах. Это вот такое вводное, извините, что долго, а теперь мы готовы ответить на вопросы. То есть сразу переходим, или Надежда Александровна, да, конечно. Я буквально пару уточнений внесу. Во-первых, второй этап нашего исследования, он не только по препаратам для лечения ВИЧ, он также по препаратам для лечения гепатита и туберкулеза. И сейчас мы уже подводим итоги, там тоже будут наверняка аналогичные у нас результаты. Мы в январе надеемся, что сможем уже объявить о результатах. Кроме 48 препаратов, о которых Тимофей Витач сказал, нами также проведена работа по уточнению данных по странам, которые не входят в перечень референтных стран, но они являются странами-производители у нас по постановлению правительства, страна-производители, также референтная страна. И такие страны, это Иран и Индия, по ним мы выявили по первому этапу также еще дополнительно к 48, 19, 18 позиций, по которым также были завышены цены. По ним тоже произошло снижение цен, кроме вот одного случая, когда мы вынуждены были отменить регистрацию цены в связи с предоставлением при регистрации цен недостоверных данных. Во всех остальных случаях также компании снизили. Всего на сегодняшний день у нас снижены цены на 88 позиций лекарственных препаратов. Притом эта цифра не окончательная, потому что в настоящее время, по нашим данным, по данным Минздрава, в Минздраве находятся заявления еще других компаний и по другим позициям о снижении цен. Просто они еще на сегодняшний день не внесены в реестр цен. Вот, спасибо. Дарья Александровна, давайте перейдем сразу к вопросам от коллег. Так. Уважаемые коллеги, предлагаю присоединиться к нашей беседе. Не забываем пользоваться микрофоном. Да, уже есть вопросы и представляться. На последний ряд, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Станислав. Первая антикоррупционная СМИ. Значит, нашу редакцию прислали недавно письмо. Вот, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали данные, которые в нем озвучены. То есть, это пишет главврач подмосковной больницы, который утверждает, что цены на некоторые лекарства за два года увеличились более чем в 11-10 раз. То есть, он проанализировал сайт госзакупки ГОВ, то есть официальный сайт. Потом он пишет, что это, например, чтобы не быть голословным, препарат Ирина, Текам. Ну, тут он пишет о пяти препаратах здесь. Значит, потом факт такой, что некоторый препарат, а некоторая фармацевтическая компания выиграла аукцион, и сразу же цены на препарат взлетели в четыре раза. Скажите, пожалуйста, вот что это такое? Это системная какая-то ошибка или диагноз для системы? Что это вообще происходит? Почему цены растут в 11 раз? Что в результате этого, несмотря на увеличение бюджета... Вопрос понятен. Ответ на него, как бы, значит, простой. Конкурсная процедура – это не то же самое, что установление цены. Понимаете? Вот цена на лекарственные препараты, допустим, для ВИЧей, на один из лекарственных препаратов, который используется в рамках ВИЧ, значит, там, 5 тысяч рублей зарегистрированная. То есть это с учетом стоимости в референтных странах, везде-везде-везде-везде. Соответственно, возникает дженерик, производитель, значит, воспроизведенного лекарственного препарата, конкурирующего. Происходит борьба на торгах. И в рамках этой борьбы цена на этот препарат может снизиться, там, но вот есть, там, рекордное снижение цены, там, до 500 рублей в 10 раз. Понимаете, как бы? Вот. И, соответственно, нельзя сказать, что стоимость 500 рублей, значит, так, это цена, которая, как бы, является со всех точек зрения, значит, там, объективной, справедливой и может сохраняться на определенное количество времени. Это вопрос, там, экономической стратегии, значит, это вопрос, значит, сроков годности лекарственного препарата. Это вопрос, значит, того, что компании, производящие лекарственные препараты, которые обращаются только в рамках государственных закупок, их никто не покупает в аптеке, эти лекарственные препараты. Представляете, две компании произвели по 100% потребности Российской Федерации препаратов, и вот они оба выходят на торги. И понимают, что если ты торги не выиграл, то, соответственно, тебе придется уничтожить этот препарат, утилизировать. И получается, некоторые компании действительно падают до стоимости утилизации этих лекарственных препаратов. Эта цена не является экономически обоснованной ценой, хотя она как индикатор может использоваться в рамках различных экономических расследований, связанных с монопольно низкими ценами и все такое прочее. Сравнивать цены на торгах, которые возникают, и как себя ведет цена после торгов на следующих торгах, это важная информация экономическая, которую нужно учитывать, но говорить о том, что с 5 тысяч сначала ты упал до 500 рублей, а потом опять поднялся до 1000 рублей, и у тебя таким образом, и дальше говорить о том, что у тебя на 100% выросла цена на лекарственные препараты, это некорректно, понимаете, хотя зафиксировать это можно. Почему? Потому что мы с чем должны сравнивать? Зарегистрированные ценой на лекарственные препараты или с ценой предыдущих аукционов? Если мы, допустим, пойдем по пути того, что мы будем безусловно учитывать результаты предыдущих торгов, состоявшихся, такой опыт был в Минздраве, когда Минздраву прокуратура указала на то, что в прошлом году закупка этих лекарственных препаратов была по 100 рублей, а не по 500, поэтому объявляйте по 100 рублей. Только аукционы не состоялись просто, и все, понимаете, не смог Министерство здравоохранения закупить эти лекарственные препараты по этим ценам. Просто изменилась экономическая ситуация, и компания, значит, не пришли на эти торги, как бы, не потому, что они не могут произвести, есть другие, значит, экономические истории, связанные с экономической эффективностью производства лекарственных препаратов. Поэтому, значит, цены на торгах на некоторые лекарственные препараты сильно вариативны. Они могут падать в разы, и, соответственно, после этого могут подниматься. Центральная задача, которую берет на себя правительство, заключается в том, чтобы эти цены были не выше, чем предельные. Не выше, чем предельные, да. И мы, когда обсуждали сейчас цены, мы как раз снижали предельные цены. Внутри этих предельных цен на каждых торгах цена может двигаться. В зависимости от обстоятельств, которые складываются у компании-производителя. Понимаете, да? Если мы административным путем, без вот этой вот вариабельности, значит, да, движения цены внутри какого-то коридора назначим самую низкую цену, мы не получим лекарств на рынке. Понимаете? Тогда мы вне экономического анализа, вне экономических обстоятельств назначим цену там на определенном уровне, мы можем получить отсутствие лекарственных препаратов на рынке. И нам этого нужно избежать, нам нужно эти коридоры как бы там снижать, да, особенно предельный уровень этого коридора цены. Но, значит, демотивировать экономическую составляющую производства лекарственных препаратов не стоит. У нас уже такая история была, вот, в Советском Союзе и у нас лекарственных препаратов там не было, тогда цены назначались, вот, и да, цена как бы была. Там установлена, у лекарственных препаратов как бы не было. И наша задача заключается в том, чтобы снижение цены происходило не в результате каких-то административных там, да, назначений или действий, а в результате конкуренции. И для нас важно, как бы, вот этими предельными ценами создавать предельный потолок коридора, внутри которого он может находить. Спасибо. Да, конечно. По вашему вопросу, да, нужно, конечно, каждая конкретная такая ситуация, нами обычно исследуется отдельно, не только нами, но также министерство, да, прокуратура, министерство внутренних дел. Здесь чем? Бывают ситуации, очень часто, в последнее время они все учащаются, когда закупки происходят по ценам, очень низким, после которых вдруг оказывается, что цена вырастает очень сильно, а потом, когда начинаем расследовать, оказывается, что та заниженная цена была связана с тем, что препарат, который уже был закуплен на торгах, либо регионами, либо на федеральных торгах, каким-то образом снова попадает в поставки. И таких случаев очень много, и буквально в пятницу у нас была как раз размещена информация, релиз на эту тему, когда наш территориальный орган ФАС России передал, именно по такому факту передал информацию в МВД для расследования как раз такой ситуации. И вот очень часто вот этот скачок цен происходит на фоне просто нелегальных перепродаж препаратов, которые уже были поставлены на торгах. Вот, Надежда Александровна, очень верное дополнение. Да, это особенно касается препаратов дорогостоящих. Когда упаковка препарата стоит 400 тысяч рублей, закупаются препараты, в том числе, не знаю, для людей, которых уже нету, или они были, когда формировалась заявка, потом они умерли, значит, так, соответственно, препарат изымается и повторно вводится в оборот. То есть, и в этом смысле, когда вы изъяли препарат, который до этого уже оплатило государство стоимостью, не знаю, там 200-300 тысяч рублей за упаковку, да, и даже если вы на 50% или на 70%, значит, этот украденный, по сути дела, из госпрограммы препарат заново, значит, торгуете на аукционе, то для вас цена, любая цена приемлема, потому что он ворованный, как бы этот препарат, да. И таких случаев очень много в сфере дорогостоящих препаратов. И, кстати говоря, именно в том числе и на это направлена сейчас работа, связанная с маркировкой, с будущей маркировкой, значит, лекарственных препаратов. Правительством сейчас запущена гигантская совершенно программа, очень нужная и очень важная, связанная с маркировкой обращающихся лекарственных препаратов. Цель этой программы – это, конечно же, вопросы на качество, но в том числе и вопросы, значит, связанных с прослеживаемостью движения лекарственных препаратов, с тем, чтобы их не изымали из госпрограммы, повторно не продавали, да, поскольку это уже купленный лекарственный препарат государством, он должен перераспеляться бесплатно в пользу, значит, тех больных, которым, как бы он требуется, да. Вот, и это очень важное дополнение. Спасибо, Надежда Александровна. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, первый ряд. Спасибо. Анна Дерябина, ВДМЕКУМ. Хотела попросить вас немножко рассказать о самой методике сравнивания цен, в частности, да, по какому курсу сравнивали цены, какой-то, не знаю, средневзвешенный за год или как это вообще происходит. Вот, второй вопрос, тоже хотелось бы спросить о причинах завершения цен, как вообще сами компании это объясняют, есть ли какие-то, может быть, объективные причины, почему цены оказываются выше в России, чем в референтах странах? Тут есть в этом вопросе, как бы, несколько составляющих. Я вот попрошу ответить и Надежду, и Дарью Александровну, значит, так. Вот Надежда расскажет, как бы, о курсах, пересчетах и прочих, а Дарью я попрошу, как бы, об источниках информации, о верификации этих источников, потому что это два очень важных вопроса, да. То есть, первый вопрос, который нам все время задают, а где вы взяли эти цены, вообще откуда вы их взяли, значит, так, для сравнения, как бы, да. И второй вопрос, это, конечно, сложная история, связанная с сопряжением, значит, налоговых режимов, там, всяких вопросов, связанных с, значит, с курсами, с, там, еще какими-то вещами, которые могут повлиять, вот, как раз на индикативную эту всю историю. Я предлагаю Дарью тогда, Александр, и сразу же ответить на этот вопрос, потому что он... В качестве источников мы использовали, сразу скажу, что все источники, возможные и невозможные, самым основным источником это были данные, предоставлены торговыми представительствами России за рубежом, антимонопольными органами, странами БРИКС, СНГ, органами управления в сфере здравоохранения. Также у нас скопилась такая многолетняя база данных по открытым интернет-источникам, которые являются большей частью официальными справочниками цен соответствующих стран. И хочется особо отметить, что в большинстве случаев данные, предоставленные торговыми представительствами, совпадали с официальными данными, размещенными на официальных открытых интернет-источниках соответствующих стран. И во всех остальных случаях, где были какие-то расхождения и непонятные ситуации, мы ввели переписку и с торговыми представителями, и с органами управления соответствующих стран, чтобы выяснить окончательно, сколько эта цена правильна и законна. – Все-таки дополню тогда. По поводу курсов валюты. Так как у нас валютные курсы скачут в течение года очень сильно, поэтому брать какую-то одну дату было бы некорректно. И мы поэтому приняли решение рассчитать средний курс, среднеизвешенный, наверное, правильно назвать, за период до даты проведения этого исследования. То есть с 1 января 2016 года, ну там получилось 8 месяцев по август. В августе мы собирали данные, поэтому вот как бы у нас был рассчитан такой средний курс. Я хочу пояснить, что именно поэтому данные, которые мы размещали на сайте, мы там разместили конкретные данные в пересчете на рубль, какие цены должны быть минимальные в рублях зарегистрированные в России, сейчас произошло снижение цен, но снижение цен происходит на дату подачи заявления, то есть расчет курса евро или доллара. Именно поэтому немножко вот эти данные, они немножко отличаются именно за счет курсовых разниц. Где-то они ниже стали даже еще, чем то, что мы предлагали тот уровень, на который нужно снизиться, потому что у нас брался средний уровень. Точно так же мы сейчас и второе исследование будем рассчитывать по среднему курсу уже за весь 2016 год. Вот еще раз, что касается источников, очень тут внимание, как бы да, первый источник, который у нас есть, это данные наших торговых представительств, да, он официально оформлен, было соответствующее поручение в адрес наших торпредств. Торпредства провели соответствующий анализ в стороне присутствия, значит так и направили нам данные. Второй источник, это антимонопольные органы, к которым мы обратились в тех стран, куда мы обратились. То есть это официальные органы власти, которые в том числе занимаются ценовым анализом. И они нам направили там, где смогли, данные по ценам в своих странах. Третий источник, это официальные данные органов управления здравоохранением в этих странах, это министерство здравоохранения обычно. Значит так, в некоторых случаях есть там как бы официальные ответы, в некоторых случаях в странах есть публичные ресурсы в виде официальных сайтов этих органов управления здравоохранением, где для неопределенного круга лиц помещается цена, установленная этим государством для лекарственных препаратов, для определенных лекарственных препаратов. И соответственно, значит четвертый вид, вернее пятый вид информации, он скорее вспомогательный, это то, что мы находим дополнительные электронные ресурсы, которые допустим формируют госпитали той или иной страны, где они как бы для закупок госпиталями могут установить какие-то индикативные цены и говорят о том, что мы все закупаем по такой-то цене, поэтому на нее ориентируйтесь, не ориентируйтесь, но в основном на нее ориентируются. И при перепроверке вот этих вот цен в этих странах использовались все эти источники, если они пересекались в какой-то одной точке, то эта цена очевидно является объективной. И ценовая информация получена из разных верифицированных источников, сходящихся в одной точке, это конечно очень высокий уровень достоверности. Ну а что касается пересчетов, то да, средний курс, но хотел еще акцентировать на том эффекте, которым Надежда Александровна сказала, вот у нас средний курс за год на евро и на доллар, он достаточно высокий. Как вы знаете, в последние месяц-два началось снижение этого курса и произошел интересный эффект. То есть мы минимальные ценовые индикаторы считали по среднему курсу, который достаточно высокий, потому что курс был достаточно высокий в течение этих восьми месяцев. А компании пересчитывали и подавали сейчас новые заявления о цене по тому курсу, который сложился вот в последние два месяца, а он ниже среднегодового курса, и получается, что за счет вот этой истории дополнительно получилось получить дополнительный эффект. То есть цена, по сути дела, на все эти лекарственные препараты сейчас зарегистрирована даже ниже, чем если мы пересчитаем на среднегодовой курс. Это тоже такая история, которая как бы… Ну тут мы к этой истории не очень причастны, потому что мы не снизили курс доллара, значит так, это общеэкономическая история, но она помогла нам сейчас установить цены на дополнительно еще более низком уровне. Спасибо большое. Коллеги, да, также первый ряд, пожалуйста, микрофон. Елена Кальновская, Фармвестник, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уточняющий вопрос, а разве вы сравнивали закупочные цены с именно залоги и зарегистрированные? Насколько я понимаю, закупочные должны быть все-таки ниже, потому что Минздрав каждый раз ориентируется на закупочные цены. Спасибо большое за вопрос. Как раз Тимофей Итальевич говорил об эффекте, который мы сейчас рассчитали, который составляет почти 5 миллиардов рублей. Мы как раз рассчитывали не от цен зарегистрированных предельных, мы считали от цен закупок, фактически состоявшихся в 2016 году Минздравом. То есть Минздрав в 2016 году закупил эти препараты по одним ценам, сейчас предельные цены на эти же препараты снижены на 5 миллиардов рублей в совокупности. Получается, что на торгах будет возможность еще более низких цен закупки. То есть начальные цены будут выставляться, ориентироваться на предельные цены, которые сейчас зарегистрированы. Минздрав в 2016 году закупал эти лекарственные препараты. Естественно, часть этих цен более низкая, чем предельно зарегистрированные цены. Мы этот экономический эффект считали относительно тех цен, по которым Минздрав закупил. Не по тем ценам, которые зарегистрированы, а вот они закупили, уже известны цены, по которым они закупили. Есть контракты, по которым поставлялись эти цены. И, соответственно, вот этот экономический эффект в 5 миллиардов считался как разница между сложившимися ценами в 2016 году, по которым закупил Минздрав, и теми ценами, по которым Минздрав сейчас обязан будет объявить аукцион. То есть вот эта вот разница фактическая, да, стояло 5 миллиардов. Если бы мы сравнивали, значит, зарегистрированные цены, и которые сейчас как бы перерегистрированы, то эффект будет еще больше. Но мы же не хотим никого обманывать, понимаете, и накручивать себе, значит, там, экономические эффекты. То есть поэтому мы посчитали реальный экономический эффект. То есть разницу между фактическими ценами, которые сложились в 2016 году при закупке этих лекарственных препаратов, и теми уровнями предельных цен, которые сейчас установлены в результате нашей работы. То есть это точно совершенно этот эффект состоится. Понимаете, да, о чем речь идет? Это минимальный уровень эффекта, значит, в районе 5 миллиардов. Это вот такая вот методика. Ну, спасибо, что вы задали этот вопрос. Почему? Потому что вот в этой информационной, значит, всей истории, которая шла, как бы было несколько таких вот, значит, объяснялок и истории со стороны там некоторых ассоциаций фармацевтических, которые нам говорили о том, что постоянно компании снижают цены, и в этом нет ничего необычного. Но это, естественно, вранье. Компании, как бы, значит, редко когда снижают, значит, добровольную цены. Вот нам известно, нам известно только сейчас две компании, это Биокат и Макисфарма, понимаете, за весь период, как бы. Все остальные тоже добровольно снизили, но под давлением обстоятельств, как вы сами понимаете, да. То есть, вот, значит, в этом смысле, как бы, это вот вторая, как бы, информационная такая, значит, история, которая раскручивалась, заключалась в том, что, ну, ФАС России считает эффекты от зарегистрированных цен, а не от реально сложившихся. Ну, это тоже вранье. Почему? Потому что мы прекрасно знаем реально сложившиеся цены, мы знаем, по каким фактическим ценам закупает Министерство здравоохранения, и предельные цены, которые сейчас установлены, и те фактические, по которым они закупали, разница будет сейчас в 2017 году 5 миллиардов. Я дополню, что, на самом деле, это минимальная экономика, которая уже точно случится, но надо еще учитывать, что сейчас еще есть региональные закупки. То есть, там, естественно, экономию мы еще посчитывали, потому что это не так быстро можно сделать. То есть, экономия, на самом деле, гораздо более существенная, чем даже вот мы сейчас заявляем. Спасибо большое, да. Давайте будет два заключительных вопроса, потому что время пресс-конференции будет к концу. Начнем с первого ряда. Да, добрый день. Алия Попова, телеканал РНТВ. С 1 января стартует пилотный проект по введению электронной маркировки на лекарственные препараты. Вот хотелось бы услышать, насколько это может отразиться на конечной стоимости лекарств, и насколько реально борьба с контрафактом благодаря этим электронным чипам, так как, как известно, в нашей стране чипы тоже легко подделываются. Ну, это не вполне к нам вопрос, а к Родрофнадзору, значит. Мы считаем, что как бы как-то сильно на ценовую ситуацию это повлиять не должно. Почему? Потому что выпускается гигантское количество лекарственных препаратов, даже небольшим производителем, да. Есть разные стоимости решения этого вопроса, как бы они сейчас обсуждаются, и поэтому говорить конкретно, какие будут экономические последствия, ну, я бы не стал, потому что надо дождаться, что будет все-таки выбрано, какие технологии, значит, как они будут решаться, все такое прочее. Что касается вклада этой работы в борьбу с контрафактом, фальсификатом, значит, воровством в госпрограммах, повторным введением, значит, лекарственных препаратов, вклад будет большой. Именно поэтому правительство занимается этим вопросом очень подробно и очень серьезно, это я вас уверяю, как бы, вклад будет серьезный, очень, и на это нацелено очень большое внимание, как бы. Можно, РБК там у нас еще осталось. Вы хотите уточняющий вопрос? Ну, просто, как бы, мы не занимаемся маркировкой, как бы, и там, скорее всего, будут не чипы, а другая технология. Ну, слегка банальный вопрос, наверное, на всех интересующий. Как вы боретесь с тем, чтобы оптимизация закупочной стоимости методом выбора более дешевого производителя не привлекла за собой существенное понижение качества и эффективности данных лекарств? Ну, во-первых, значит, с этим боремся не мы, а есть специальная служба, значит, Росздравнадзор, которая сидит за качеством, эффективностью и безопасностью обращающихся лекарственных препаратов. Вообще, как бы, вопросы качества, они у нас, к сожалению, разбиты по трем ведомствам разным. У нас качество обеспечивается при производстве, и этим занимается лицензирование производства Министерства промышленности и торговли. Также, значит, качество обеспечивается регистрационными процедурами, в рамках которых устанавливаются все эффекты медицинские. Этим занимается у нас Министерство здравоохранения, да, а обращающиеся лекарственные препараты у нас контролирует Росздравнадзор. И в этом смысле там, как бы, предпринятые очень серьезные, предпринимаются серьезные достаточно усилия. Как бы, мы исходим из того, что обращающиеся лекарственные препараты, они соответствуют нормативной документации, соответственно, они эффективны, безопасны и качественны. Спасибо большое. Второй ряд, пожалуйста. Исключительный вопрос. У меня, на самом деле, два небольших уточняющих вопроса. Первый по 48 позициям. Я просто сейчас списка перед собой не вижу, который был на сайте ФАС. Там был имотинип, который аэроссинтез? Да, в каком месте он был? Потому что здесь вроде как все снизили, а он же вроде как не снизил. Конечно, был имотинип там. Да, то есть на 47 и 48 позиций снизили. Смотрите, штука в чем заключается. Вот этот имотинип, он возник как позиция после того, как нам удалось в рамках расследования верифицировать, значит, индийские данные. Понимаете? То есть, грубо говоря, до момента верификации информации с индийского правительственного сайта, мы по имотинибу, поэтому, значит, у нас не было уверенности в том, что, как бы, значит, цена на него завышена. То есть он вот в этих вот дополнительных 18 позициях, да? Да, он дополнительно в этих 18 позициях, да. Но вы отменили его регистрацию. Да, мы отменили его регистрацию. Почему? Еще раз. Я же вам рассказал, да, вот те 48, это промежуточный анализ индикативный, когда мы обнаружили, значит, различия в цене с референтными странами. После этого началось расследование. В рамках этого расследования, значит, мы уточняли информацию, которая была получена. В том числе мы дополнительно верифицировали, значит, данные из тех стран, где они были не верифицированы. У нас было, у нас три страны сложных с верификацией, значит, так, это Индия, Иран и Китай. По Китаю мы еще не до конца верифицировали. Когда мы по Китаю верифицируем данные, значит, там так, по ценам, и поймем, что они, как бы, объективные, будут еще эффекты, как бы, понимаете, серьезные. А вот по Индии, значит, и по Ирану нам удалось верифицировать данные правительственных сайтов. И там, и там есть правительственные сайты, которые формируются органами управления здравоохранения, куда в публичный доступ выкладываются установленные цены для Индии соответствующих производителей, для Ирана соответствующих производителей. И, соответственно, когда такая возможность у нас появилась, мы дополнительно проанализировали, увидели, что один из производителей, который попадал в индикативную оценку до этого, то есть он, как бы, не считался завышенным, но его цена оказалась завышенной в связи с тем, что в стране производства, а, как Надя сказала, страна производства является дополнительной референтной страной к тому списку, который у нас установлен правительством, выяснилось, что, значит, его цена оказалась завышенной по отношению к референтной стране производителя. Вот. И мы написали соответствующие им требования, они, конечно, сильно удивились, как бы, там так, вот, потому что они, вроде, до этого в списках не были, запросили своих поставщиков, поставщики отказались, как бы, там, поставщики сказали, ой, вот, но отказались, как бы, менять цены, и, как бы, нам пришлось эти цены отменить, вот и все. Я, как понимаю, уточняю еще вопрос, давайте последний, короткий, потому что... Да, да, да. А когда будете методику-то менять, по которой вот тут вот предложения? Да, эти предложения, они сейчас уже направлены, как бы, в, значит, в Минздрав, в Министерство здравоохранения. Там есть, да, там есть такие очень, достаточно такие глобальные обсуждения и там технических деталей, и нетехнических деталей, и из нетехнических деталей. Мы сейчас обсуждаем различный вес различных методов анализа цены. Вы знаете, есть затратный метод анализа цены. Это, в основном, характерно для плановой экономики, когда там есть внутриотрасливые балансы, там огромные институты сидят, высчитывают, там, значит, и все такое прочее, да. В рыночной экономике он, конечно, неэффективен и приводит к завышению цен, как бы, либо к установлению неэффективной, необоснованной цены. Поэтому от него эта позиция ФАС целиком последовательный отказ от, значит, затратного метода там, где это возможно, особенно на конкурентных рынках, как бы, да. И второй метод – это индикативный метод, это когда как раз мы сравниваем цены внутри Российской Федерации с ценами, которые сложились в разных странах мира, особенно в референтных странах, когда мы сравниваем цену внутри Российской Федерации на разных рынках. То есть есть много способов индикативного ценообразования, которые мы обсуждаем. Это такие крупные вопросы. А то, что вот у вас изложено, как бы, да, это то, что можно прямо сейчас поменять. И то, что прямо сейчас, если мы поменяем, позволит нам, значит, уточниться на образовании, сделать его более точным и объективным до момента, когда будут решены вот эти крупные содержательные вопросы, значит. Так, это то, что прямо сейчас можно делать. И эти предложения прямо сейчас с нами направлены в Министерство здравоохранения, как один из результатов этой работы по анализу цены. Мы провели эти результаты, вернее, мы провели анализ и говорим в Министерство здравоохранения, друзья, нам нужно поменять вот это, это, это и это для того, чтобы обеспечить дальнейшее, значит, справедливое ценообразование. С тем, чтобы, как бы, не сталкиваться раз в пять лет с тем, что у нас цены завышены, понимаете. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за проявленный интерес. Благодарю Федеральной антимонопольной службы за благотворное сотрудничество в 2016 году. Я надеюсь, что 2017 год не будет исключением, поэтому с наступающим вас и вас, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Обещаем на втором этапе также вас не разочаровать. Спасибо. 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 Спасибо.